Если я, это понятно, что про ионные каналы. Ну, поскольку тема – это эволюция физиологии, я в данном случае позволю себе некоторый более или менее исторический опысл о том, какие эпохи проходили представления о строении. Ну, такая самая база, так сказать, не знаю, насколько нужно коротко, функция ионных каналов, как трансмембранных белков, обеспечить пассивно управляемый транспорт ионов через различные мембраны. И преимущество, одно колоссальное преимущество этого типа транспорта – это прежде всего скорость переноса. Потому что ни один другой тип транспорта, ничего подобного, там как минимум 2-3 порядка разницы при любом другом типе транспорта. Значит, поэтому понятно, что вся быстрая нейрофизиология, где надо отрабатывать сигналы и их передачу быстро, она фактически вся стоит на ионных каналах, просто потому что все остальное работало бы гораздо медленнее. Значит, ну, как всегда, значит, это первая эра, это, так сказать, вот доструктурная эра, когда, собственно, об устройстве каналов не знали вообще ничего. Это представлялось собой некоторым черным ящиком, некоторым объектам, на которые можно было бы так или иначе воздействовать, так или иначе мерить какие-то характеристики, а вот как устроен сам объект, не представляли себе совсем. И вот классическая иллюстрация, значит, тех проблем, которые люди сталкивались, это хотя бы даже просто с классификацией ионных каналов. Вот как можно было делать классификацию, когда непонятно, что вообще находится внутри, ну, либо характеризовали по способу активации. Там понятно, что это потенциал управляемый канал, элегант управляемый канал, там механочувствительные, термочувствительные каналы, то есть вот функциональная классификация по способу их активации. Вторая классификация – это по типу того иона, который эти каналы пропускают. Это натриевые, калиевые, кальциевые, хлорные каналы. Калиевые каналы там характеризовались как big conductance, small conductance, ну, в общем, по тому, какие ионы они пропускают. А третья классификация тоже такая очень интересная – это по действию разных хромакологических агентов. Ну, все, наверное, помнят, там татататоксин чувствительный, татататоксин нечувствительные каналы. Понятно, что, на самом деле, конечно, наука давно этим не пользуется, но некоторые эрудименты до сих пор остались. Некоторые до сих пор выпускники вузов, приходя на вступительный экзамен в аспирантуру, начинают рассказывать, например, про рецепторы дегидроперидинов, то есть это такие вот вести из 50-летнего прошлого, когда, значит, кальциевые каналы и л-типы, значит, называли рецепторами дегидроперидинов. Но вот где-то еще на самом деле преподают именно такие названия, вот, что, в общем, немножечко поразительно. Вот, значит, понятно, что на основе такой классификации, вот, что для нас, может быть, имеет значение, никаких идей об эволюции ионных каналов, да, как объектов невозможно было построить, потому что вот это чисто, ну, как бы классификация по аналогии. Никакой эволюционной, никакой гомологии здесь, естественно, прослежено быть не могло. Ну и вот так просто вот, а вот как изображали ионные каналы, вот видите, в те времена на картинке, какие-то человечки тянут за какие-то пружинки, течет, происходит. Вот так вот видели, вот как внизу показано, как видели ионный канал. То есть, некоторая такая бесформенная, скажем так, прямо от балды нарисованная структура, значит, потому что никакого представления нет. Понятно, что это что-то такое пронизывающее мембрану. Где-то должна быть, наверное, пора канала, значит, через которую протекают ионы. Значит, там такие были идеи, что вот есть такой класс, называется Two-Pore Channels. Это такой тип калиевых каналов с некоторыми, так сказать, особенностями субъединительного строения. Так вот, в реальности даже предполагали, что, может быть, у такого канала есть две поры. Вот, собственно, почему. Ничего, конечно, подобного потом не обнаружено. Вот так себе представляли связывание легандов. Вот эти такие старые картиночки, они иногда потрясающе-потрясающе выглядят. Вот, где связываются там токсины, батраха, токсин, местные анестетики, тетрода, токсин. Вот это действительно уровень понимания и представления о структуре. Как происходит гейтинг ионного канала, как их происходит активация, тоже вот чего-чего только и люди не придумывали, не имея никакой конкретной реальной информации о структуре канала. Вот вы здесь видите некоторая подборка, то есть о том, какие бы могли быть механизмы гейтинга ионных каналов, то есть как сделать канал, чтобы он либо проводил, ионный не проводил. Вот, как говорится, чего тут только нет. Но на самом деле, вот помимо колоссальной функциональной характеризации, вот в эту такую дуструктурную эру, несмотря на это, были сделаны вот совершенно колоссальные выводы, хотя люди, в общем, никакой информации не имели. Ну, Ходжкин и Хаксли получили за эту Нобелевскую премию, но на самом деле только потом выяснилось гораздо позже, что, например, вот то, что они заводили в свою модель, там быстрые активационные ворота канала, медленные активационные ворота канала, все это в реальности существует. Все это потом было найдено и обнаружено. Ну, там можно привести такой пример Клэй Армстронг. Вот есть такие калиевые каналы входящего выпрямления. Это которые хорошо проводят при отрицательных потенциалах, а при переходе потенциала к нулю и в положительную область, они просто затыкают, перестают проводить. И вот Клэй Армстронг высказал предположение, что вот этот эффект входящего выпрямления происходит за счет того, что эти каналы блокируются какой-то внутриклеточный, как он называл это, гейтинг-патикл. Прошло 20 лет, и эту гейтинг-патикл реально нашли. Это оказались внутриклеточные полиамины типа спермина, которые при положительных потенциалах входят в канал и просто его блокируют. То есть вот можно только поражаться тому, как люди могли тогда формировать какие-то естественные гипотезы, потому что доказать ничего было нельзя. Но тем не менее, следующая эра, естественно, она была связана с появлением новых методов, когда стало возможно что-то прощупать. Это вот можно назвать эрой молекулярной биологии. Это когда мы стали представлять себе последовательности каналов, когда мы смогли делать искусственные мутации и смотреть, как эти мутации влияют на характеристики каналов. Ну, методически это также было связано с методом регистрации одиночных каналов, когда можно было стало возможно просто электрическую активность одного канала записывать. Нейр и Сакман за это получили Нобелевскую премию тоже. Конечно, это был колоссальный прогресс. То есть это уже не черный ящик, а мы знали, какая полипептидная цепь лежит внутри этого ящика. Хотя еще не могли себе представить о том, как она там внутри сложена. Это все как раз было предметом изучения. Но, по крайней мере, вот что там за объект внутри этого ящика, называемого ионный канал, мы уже о себе знаем. Стало понятно, что, например, каналы имеют определенную субъединичную организацию. То есть там есть тримерные, тетрамерные, пентомерные, гексомерные каналы. Стало ясно, что ионный канал – это такая мультидоменная структура. В классике, как минимум, нужен как бы управляющий домен и, собственно, порообразующий домен. Что это как бы в большинстве каналов – это существенно разные структуры. Они имеют, боль того, что эти разные структуры имеют разное эволюционное происхождение, что для нас было очень важно. В отношении субъединиц каналов достаточно быстро удалось установить их трансмембранную топологию. Тоже путем мутации, присоединением всяких специфических меток. И можно было посмотреть снаружи клетки, а оказывается, эта метка в определенном положении, например, или изнутри. И вот уже мы представляли себе, например, субъединицу потенциала управляемого калиевого канала вот таким вот образом. Как шесть трансмембранных спиралей, вот P-петля, внутри которой, собственно, находится селективный фильтр. Мы уже понимали, что за быструю инактивацию отвечает конец цепи, потому что если его отрезать или там что-то поломать, значит, этот эффект пропадает. Вот уже как бы мутациями, методами молекулярной биологии удалось такие вещи выяснить. Мы уже как бы знали, стали разбираться гораздо лучше. И, соответственно, стали гораздо лучше наши представления о эволюции и о семействах ионных каналов. Ну, этот любимый пример, кто уже неоднократно слышал, значит, может прослушать. Это вот никотиновые холинные рецепторы и анотропные рецепторы глутамата. Они во многом аналогичны. И те, и другие – это постсинаптические рецепторы в быстрохимических синапсах. Для тех и других они, так сказать, это слабоселективные катионные каналы, проницаемые для натрия, калия и в большей или меньшей степени для кальция. Управляются только разными элегантами. Ну, в общем, как бы они очень похожи по своим функциональным характеристикам. И действительно, в доструктурную эру основная концепция была такая, что вот есть некоторое суперсемейство эволюционное, элеганты управляемых каналов вот этих. Ну, они в процессе эволюции приобрели чувствительность к некоторым специфическим элегантам. Там одни – глутаматы, другие – цитилхолю. Оказалось, что это неверно от слова «совсем». Ничего похожего. Потому что как только стало ясно субъединичный состав и трансмембранная топология субъединиц, мгновенно стало ясно, что между ними никакой опытасти нет. То есть, холейные рецепторы – это пентомеры, глутаматные рецепторы – это тетромеры. Ну, и вот этот вот паттерн трансмембранной топологии у них совершенно разный. Зато выяснилось, что в глутаматных рецепторах вот каналообразующий домен имеет явное сродство с тем, что наблюдается в потенциал управляемых калиевых, натриевых и кальциевых каналов. То есть, те же самые мотивы, спираль, петля, спираль у них присутствуют. И, так сказать, возникло предположение разумное, что это как раз эволюционное родство. Но вот для того, чтобы это предположение разумно доказать, ну, вот какая обычная беда с установлением, значит, вот так вот эволюционного родства. А нет промежуточных состояний. Они очень часто оказываются в эволюции потерян. И, собственно, разница там в аминокислотной последствии очень большая. Так вот, опять же, это был такой успех уже биоинформатических методов. Такой объект удалось найти. То есть, в огромной базе данных последовательности уже стали искать с одной стороны, как бы, куски последовательности, типичные для калиевых каналов, а с другой стороны, определенные, так сказать, аминокислотные сигнатуры для связывания глутамата. И в какой-то бактерии, ну, спасибо Богу, не помню какой, был действительно найден такой белок. Этот белок уже можно было экспрессировать, исследовать. И мы действительно получили, ну, как мы, ученые, получили, что это управляемый глутаматом калиевый канал. Ну, в общем, на сегодняшний день, и это потом тоже было подтверждено, никто не сомневается, что это действительно эволюционно одно и то же. Другой вот пример о том, как на косвенных данных, потому что вы же понимаете, что вот мутации, последовательности, эксперименты, это все равно не прямые данные о структуре, это все равно косвенные данные о структуре. Вот классический пример канала никотинового холина рецептора. Колоссальные работы. Вот в одном из трансмембранных сегментов были обнаружены систематически пронутированы вот несколько колец гомологических аминокислот. И вот сразу стало понятно, что вот два кольца, значит, снаружи и внутри, их мутации, заряженных аминокислот, они четко регулируют проницаемость, ну, контактенс, да, проводимость этого ионного канала. Стали искать дальше и поняли, например, важные вещи про селективность. Вот, опять же, казалось бы, совершенно разные каналы, хлорные каналы рецепторов ГАМК, да, и катионные каналы никотинового холина рецепторов. Ну, принципиально, разная ионная селективность. Ну, как, что может быть общего? Ничего подобного. На самом деле, всего две-три мутации в определенных местах вот этого самого канала, образующего сегмента, позволяют просто инвертировать селективность с катионной до анионной. Так что вот как раз вот здесь-то оказалось, что эволюция как раз достаточно легко может из одного предка превращать канал одной селективности в канал другой селективности. Третье, то же самое делали со связыванием разных каналов блокадов. Систематические направленные мутации позволили выявить четко, как определенные леганды садятся в юный канал, и что ими управляет, и где, главное, расположены эти чувствительные кольца. Наконец, подход, называется Substitute-Cysteine-Accessibility-метод, заключается он в том, что в исследуемой области канала каждую аминокислоту последовательно меняют на цистеин. А к цистеину можно специфически привязать к овалентную метку, и тогда видно, вяжется метка или не вяжется, блокируется при этом канал, или не блокируется. Вот видите, какая-то огромная работа. Вот последовательно делаются мутации во всех положениях. Ну вот, например, вот вы увидите для вот этого трансмембромного М2-сегмента, что показывает метка. Черненькое – это то, что метится, беленькое – это то, что не метится. Ну и вот вместе со всем остальным становится понятно, что ничего, кроме альфа-спирали, такому вот паттерну свойства, такому паттерну меток соответствовать не может. Это уже было понятно, что эти сегменты не просто выстилают пору, а что с точки зрения структуры они должны представлять собой альфа-спираль. Но вот в этой ситуации, когда данные непрямые, вот из этих косвенных данных получить представление о трехмерной структуре, понятно, что это все логировалось. Вот, в частности, с Борисовичем журьем в этом процессе тоже участвовала. Картинка из одной из наших статей. И вот основываясь на наборе этих косвенных данных о том, какие это должны быть структуры, вот уже можно было представить себе, создать молекулярную компьютерную модель, которая более или менее адекватно описывала экспериментальные данные и давала представление о том, как канал устроен в трехмерном пространстве. Конечно, мы не одни были такие, но, как говорится, мы тоже в этом деле участвовали и тоже свой вклад в это дело вносили. Позднее оказалось, что предположение достаточно правильное. Конечно, с ограниченной точностью, но, в общем, это не оказалось, не в индует, а оказалось достаточно корректным в пределах погрешности предсказания. Ну и, наконец, современная эра, в которой мы живем, это структурная эра. Этой эре мы обязаны вот этому вот веселого дяденька, которого зовут Родерик Макинон, который в свое время, значит, медик был по образованию, занимался электрофизиологией, мутациями всякой этой вот кухней, потом понял, что все равно это ерунда, надо делать негеновскую точную структуру. Это был большой челлендж, потому что, хотя негеновская структура нормальная уже в 90-е годы была вполне себе развита, этот канал очень с трудом поддавались к кристаллизации, потому что это белки, то есть с водорастворимыми это белками нет больших проблем в кристаллизации, а емный канал – это такая штука, у которой вот часть петель существует в водном растворе, а часть должна сидеть в мембране. Поэтому получение кристаллов было вот нетривиальной задачей и требовалось всякие специальные методические ухищрения, чтобы эту задачу решить. Валенту задачу решил, и в 98-м году он получил первый рентген крио-канала, а в 2003-м ему за это врубили Негеновскую премию. То есть, как бы редкий случай, когда научному сообществу не понадобилось много времени, чтобы осознать, насколько это колоссальный вклад в развитие науки. Часто очень Негеновскую премию рассуждают тогда, когда много лет прошло, а иногда и не успевают, потому что как бы Негеновскую премию посмертно не присуждают по определению. Очень часто бывают случаи, когда потенциальные получатели Негеновской премии просто не успевают дожить до того, чтобы их заслуги были признаны. Ну вот Макимин сделал, получил, и это действительно был колоссальный прорыв, потому что наконец тот объект, который десятилетия изучаешь, и вот тут его увидели реально, как он выглядит, ну и сразу стали решаться проблемы с тем, как происходит активация, потому что удалось получить вот каналы и в закрытом состоянии, и в открытом. Сразу удалось понять конкретно, вот что там в этой спирали, где она переламывается, куда она отгибается, как осуществляется, значит, активация канала. Вторая колоссальная вещь, это вот о чем обеспечивается селективность канала. До этого об этом разговаривали только абстрактно. Ну и действительно это сложный вопрос, ну как теперь можно сделать калиевый канал? Как можно сделать устройство, которое не тратит никакой энергии, пневмятые фазы, это просто пассивное устройство, через которое проходили бы достаточно крупные ионы калия, и не проходили бы маленькие ионы натрия. То есть, понимаете, что никакого там сито отслеживающего сделать невозможно. Опять же, нам нужно пропускать крупный калий и отсекать маленькие натрия. Заряд у них один и тот же, так что на заряде особенно не выиграешь. Ну вот из этих структур вот тут просто показан, как выглядит селективный фильтр калиевого канала. Вот это такая вот вытянутая структура, в котором есть четыре сайта связывания для ионов калия. Это, кстати, нужно для того, чтобы обеспечить одновременно и высокую селективность, и высокую проводимость. Высокая селективность требует сильного взаимодействия с ионом, а тогда он будет просто залипать внутри канала. А вот такая вот цепочечка, где ионы проходят цепочкой и как бы подталкивают друг друга, значит, она позволяет решить этот вопрос. Так как же, собственно говоря, отсекается натрия от калия? Значит, этот селективный фильтр выслан карбонидными группами, но вот в пептидной связи, которые они смотрят точностью внутрь канала. И вот устроена система так, что вот размеры вот этих вот сечений в канале, они в точности соответствуют расстоянию от иона калия до молекул воды в первой гидратной оболочке. То есть, грубо говоря, иону калия совершенно все равно быть окруженным молекулами воды или войти в эту структуру. Просто расстояние одни и то же, он прекрасно себя чувствует в окружении кислородов воды и в окружении кислородов вот этого селективного фильтра. А натрий-то он поменьше. И когда натрий пытается войти тут же в структуру, вот эти расстояния между ионом натрия и окружающими его кислородами оказываются для натрия не оптимальными. Поэтому натрий, значит, сбрасывая свою воду и входить вот в эту систему не желает. Ну, вот это такие вещи, которые были ясны сразу. Это был колоссальный прорыв. Мы стали это колоссально понимать. Что интересно. Потом, конечно, эти рентгены, значит, поперли большую волну. Их сейчас огромное количество. Потом к ним добавилась криоэлектронная микроскопия высокого разрешения, которая тоже позволяет получать структуры. И мы вот хотя бы видим, хотя вот насколько разнообразно вот семейство белков, образующих ионные каналы, образующих ионные каналы. То есть их действительно очень много, принципиально разных. Что интересно, опять же, с точки зрения эволюции, природе много раз потребовалось независимо создавать структуры функций ионных каналов. То есть вот если там рецепторы сопряженные между белками, они, в общем, имеют принципиальную топологию все одно и то же, они там все эти семистолговые, то вот ионные каналы, семейства разных ионных каналов, они принципиально разные. И, конечно, теперь мы судим об эволюции каналов, вот исходя из и гомологии последовательности отдельных доменов и структурной их гомологии. Вот просто несколько примеров совершенно красивых, как в ионных каналах различаются домены. Вот в потенциал управляемых каналах, это видеть в плоскости мембраны, видны, что вот каналообразующий домен в середине, а вот четыре таких культяпки по разным сторонам, это как раз сенсоры потенциала. Справа это ионотропный рецептор глутемата, это, как говорится, вид сбоку. И здесь тоже в этой проекции очень хорошо видно, что вот есть и концевой домен сверху, потом элегант связывающий домен и каналообразующий домен. Прекрасно видно, насколько это действительно изолированные структуры. И мы теперь прекрасно понимаем, что вот архитектурно каналы могут собираться и собираются, очевидно, в процессе эволюции вот из таких вот больших блоков, которые представляют собой отдельные домены. Ну, это еще просто одно сравнение. Это, так сказать, бактериальные протонные и канал никотиново-холизный рецептор. Вот где одно, где второе. Ну, вот гомологию доменов, что в боковой проекции, что в мембранной проекции, вы, наверное, видите, что эти и другие собраны вот из внеклеточных доменов и трансмембранных доменов, и не очень чем-то не имеют. Вот это не такие же колоссальные пример. Это вот легант, связывающий декоративный холин рецептора и холин, связывающий протеин из морозка, у которого никакого канала нет. Это вот белочек справа никакого отношения к ее непроводимости не умеет. Мы увидим, насколько это одинаковые структуры фактически вот по своему принципиальному строению. То есть вот эта такая вот блоковая доменная организация и, соответственно, возможность вот такой вот доменной эволюции ионных каналов вот она на этих трехнировых структурах видна отчетливо. Ну и плюс к тому, знаете, совсем не похвалишь, никто не похвалится, как известно, вот доступность структур высокого разрешения, в том числе, значит, со многими, значит, легандами, она позволена вот, в частности, там проверить такая точность предсказаний вот некоторых компьютерных моделей, значит, вот, которыми мы занимались. Ну, вот, пожалуйста, то, что мы на сегодняшний день не имеем. Значит, вот тут мы два наших предсказания сделаны в 2007 году, значит, о том, как устроены каналы глутаматных рецепторов, как в них связываются специфические леганды, и на них наружную структуру вот там, по-моему, восемнадцатого года, которые вот уже получены экспериментально. Ну, точность не идеальна, но, в общем, нужно похвастаться, что, в общем, предсказано правильно, как это должно быть устроено, и как там должны сидеть канон блокады. Так что вот моделирование как способ, как бы, достройки того, что еще точно неизвестно, это, как бы, было и остается достаточно мощным методом. Ну, и в завершении, соответственно, вопрос, естественно, а что будет с нами дальше? Ну, верно, это каналы проживут и без нас, вот, что мы можем ожидать дальше? Значит, сейчас главный затык, главная проблема в том, что и модели, которые мы имеем, и структуры, которые мы имеем, это структуры статические, это вот фотографии. Причем часто фотографии получены не в самых естественных условиях. Потому что рентген или КРИОМ, ну, в общем, это негативный канал, негативный мембрана. А канал, как вы понимаете, он очень сильно меняется динамически. Вот как происходит вот эта динамика, как происходит конформационное преобразование, значит, рейтинг, инактивация. Вот здесь мы пока прежнему точных и надежных данных не имеем. Здесь много ломается копия, много проводится исследований. Ну, может быть, будет какая-нибудь методика, которая позволит посмотреть фильм про это дело экспериментально. Ну, а другой, другая возможность, что сейчас наступает компьютерная эра, вот о чем нам уже Борис Славович. То есть, проблема фондинга Белкова, видите, как это в одновременности, о ней пройденности, к которой настоятельно говорили большевики, так вот, проблема фондинга, о которой десятки лет говорили ученые, на сегодняшний день решена. Да, вот сейчас искусственный интеллект делает это быстро и с колоссальной точностью. Так что, принципиальные структуры нам понятны. Опять же, мы не понимаем динамики, а самое главное, что, хотя мы получаем эти структуры от искусственного интеллекта, мы по-прежнему не понимаем, как искусственный интеллект их получает, он не может это объяснить. То есть, кто-то их делает, а мы все равно не понимаем, как это происходит, почему это происходит. То есть, главное, это же нас интерес понять, почему там один канал имеет такой фондинг, а другой имеет другой фондинг. Вот, к сожалению, искусственный интеллект, несмотря на все свои достижения, ничего нам про это сказать не может, но вдруг дальнейшее развитие компьютерной технологии позволит нам и об этом получить представление. Ну, все на этом. Спасибо. Спасибо большое. Интересно, не может или не хочет сказать? Сейчас не может. Захочет и когда сможет. Денис Борисович, скажите, а вот эти структуры, которые вы показали, совпадение, то, что вы сделали в 2007-м, предсказали, потом в 2018-м сделали структуру, а через интеллект прогнали? Слушайте, я не знаю, потому что там главное было предсказать посадку Лиганда. Я не знаю, сажает ли интеллект Лиганда. Насколько я понимаю, нет. Ну, а как бы интеллект со всеми нами согласен. В принципе, относительно фолдинга белков, значит, и наше предсказание. Но только мы потратили на это, значит, там, сколько там, два года, несколько лет работы, а компьютер делает это за час. Как вы понимаете, современный. Поэтому, вот как сейчас сказал Борис Ламош, есть предсказание искусственного интеллекта относительно вообще всех известных белков. То есть, если есть где-то секвенс, значит, есть предсказание, значит, можно найти структуру предсказанного искусственного интеллекта. Спасибо большое. Коллеги, угодно ли? Да, пожалуйста, Александр Ильич. В отношении как раз того, что действительно динамика как бы это несколько более сложная конструкция, я думаю, что здесь вообще нерешаемая задача, потому что по большому счету все юные каналы находятся там на скафодбилках, в определенных комплексах и так далее. Вот эти комплексы все, естественно, в смысле все партнеры, они, естественно, оказывают мощное астерическое влияние, и поэтому будут практически там в невероятной степени вероятных событий, которые могут быть здесь. Это, наверное, очень сложно, в общем, действительно, есть модельная структура, есть такая. А вопрос другого плана, значит, ну, такой классический вопрос, с которым мы постоянно сталкиваемся, значит, по поводу же берок сопряженных рецепторов, дело в том, что сейчас много данных, не по поводу калевых каналов, которые там были в предшественнике, мы эту концепцию разбили, а вот в отношении гистидинкинаса и так далее, которые тоже обладали свойствами каналов. Если взять, кстати, как раз вот жеро-трансмембранный домен, да, GPCR, он вообще на самом деле очень сильно все-таки похож на канал, не говоря о том, что я тоже буду говорить о связи не натрия и калия сегодня там в частности, да, там тоже есть вполне четкая система. Все-таки, как вот вы считаете, насколько все-таки много общего между теми, кто занимается ионными каналами, GPCR, по-моему, вот этого несчастного трансмембранного канала? Так вот, на это лучший вопрос ответит Бориславович, потому что как раз это его концепция о том, что один из механизмов активации G-белков это проталкивание иона через некоторую полость в белке. Сам себя не похвалишь, другие не похвалят. 20 лет назад мы опубликовали две статьи, в которых как бы объясняли механизм активации G-белков в G-протеинкапат рецепторс тем, что там есть не канал, а тоннель. Радница между каналом и тоннелем, что через канал может проходить миллион ионов в секунду, а через тоннель один ион в секунду или даже меньше. Но вот этот тоннель мы видели, написали, ну, естественно, что никто не поверил, но две статьи опубликовали. Один из них, так сказать, в журнале Archives of Bichemistry and Biophysics. После этого, лет пять тому назад, мне вдруг присылают на рецензию, я после этого ушел полностью G-протеинкапат рецепторс, ее на канал, мне присылают на рецензию статью очень хороших людей, у которых что-то такое тоже сказали, что вот они могут ли... А идея была очень простая, если у меня есть время, чуть-чуть, да? Есть? Идея была очень простая. Есть два вещества, морфин и налоксон. Один активатор G-протеинкапат рецептор, а другой блокадор. Вот. Разница между ними очень небольшая, одна метильная группа. Вот. И второе, люди знали, что на самом деле внутри вот этого г-протеинкапат, внутри рецептора, морфинного рецептора, сидит ион натрия. Что делает этот ион натрий, никто никогда не знал. Вот. Ну и как бы вот мы предположили, что разница очень простая. Значит, морфин проталкивает ион натрий, ион натрий идет вниз, там есть такая очень мощная, так сказать, как бы соль-бридж, разбивает его соль-бридж, и этот соль-бридж связывается с рецептором, а с G-протеином. Вот. Ну, хорошо, я там написал хорошую рецензию, так сказать, все. А два месяца тому назад, значит, у нас одному очень хорошему человеку исполнилось 90 лет, там, Макмастер, да, был семинар по этому поводу, и выступает один молодой человек из университета в Торонто, и он говорит, а вы знаете, а вот мы проанализировали огромное количество структур, ион натрий ужасно консервативный, и, по-видимому, его роль состоит в том, что вот как бы он проходит через вот этот ионный тоннель и разбивает там этот соль-бридж. Я стою и говорю, замечательно, вот 20 лет тому назад вот точно такую же вещь мы сказали, скажите, что за 20 лет изменилось? А Дэн Янг стоит у меня похлопает по плечу, говорит, Боря, им потребовалось 20 лет. Ну, человек-то очень хороший, они это делали экспериментально, одно дело предсказать, а другое дело показать экспериментально. Вот это огромная разница. Вот этот человек раскрывает огромные глаза, говорит, а я этого не знал. Я говорю, неудивительно, оба опубликованы 20 лет назад и в журналах без большого импакта. Пришлите, я вам прислал, он мне отвечает, what a pleasure. Ну, в общем, как бы все равно, это все равно пока что гипотезы, но похоже, что, в общем, мы кое-что понимаем. То есть это, конечно же, не канал. И между ними структурно ничего общего нет. И кинетически между ними ничего общего нет. Но вот роль ионов в мембранах, она, конечно, unquestionable. И как бы, чем больше мы, так сказать, получаем структур, тем больше мы ее понимаем. Спасибо, извините, я не спирался. Нет, получилось как раз очень уместно и интересно. Спасибо большое. Так, коллеги, ну, давайте, если есть короткий вопрос, Денис Борисовичу. Короткий. Слышно? Да. Денис Борисович, у меня очень короткий вопрос, может быть, я неправильно поняла. Вы показывали картинку, на которой было большое разнообразие ионных каналов разных, и сказали, что они независимо появляются в эволюции в разных ветвях. Правильно я поняла, что они действительно были? Почему? То есть, что нет, не обнаружены предшественники, скажем, в эволюционном ряду, у которых этих ионных каналов нет? Из этого вы заключаете, что они возникли независимо от разных эволюционных ветвях? Нет, нет, нет. Просто, ну, как бы, невозможно себе представить, чтобы одна структура последовательно эволюционировала в другую. Они настолько принципиально разные, вот эти укладки, вот которые здесь показаны, да, что невозможно себе представить, чтобы вот какими-то там мутациями, заменами, сплайсингом или еще чем-то эти структуры могли эволюционировать одна в другую. Как раз вот с построением деревьев это сложнее, но вот это то, что нам дается понимание структур. То есть, вы говорили о переходе одной структуры в другую. Да, то есть, невозможно себе представить, чтобы они имели какого-то общего предка. Ну, соответственно, вывод, что такие структуры независимо возникали несколько раз в ходе эволюции, многократно возникали в ходе эволюции. Но общий предок у них, вероятно, есть. Нету. А как? Нету? Нету. Вот, ну, то есть, невозможно себе представить этого предка, для нас только... Ну, нету. У всех, конечно, у нас есть общий предок, начиная с бактерий, значит, доклеточной стадии эволюции. Но вот нельзя говорить о том, что вот есть некоторая единая ветвь ионных каналов, растущая из какого-то... То есть, вот одни очевидно появились из одного типа каких-то белков, другие из других типов белков приобрели свойства каналов. Вот это очевидно очень разные ветвь. Спасибо большое. Давайте поблагодарим Борисовича. Благодарю тебя.